Здравствуйте, друзья! Меня зовут Бертихуджа Манжелхе. Я являюсь нейрохирургом, руководителем Центра эндовоскулярной нейрохирургии Акционерного общества Центральной клинической больницы в городе Алматы. Находимся мы по улице Панфилова, 139. Это пересечение улиц Жамбыла и Назарбаева, ближайшая точка. На сегодняшний день наше отделение развернуло на 25 коек. Занимаемся мы эндовоскулярной и микрохирургией сосудов головного мозга, сосудов спинного мозга, патологией позвоночника, в том числе эндоскопической хирургией позвоночника. И оперируем опухоли головного мозга, гидроцефалию, посттравматические изменения как в головном мозге, так и в позвоночнике. Лечим остеопаратические переломы позвоночника и гемогеомы. Отделение состоит из 5 нейрохирургов, 2 невролога и в этом году у нас есть 2 резидента из университета Освендиарова. Они будут у нас обучаться 4 года. Вот такое небольшое отделение. Мы занимаемся лечением взрослых людей. Что касается детишек, им занимаются наши коллеги в 1-й и 2-й городской больнице детской. Уникальность 2-й детской городской больницы, там работают наши 3 коллеги, трое коллег. Они все в свое время вместе со мной работали в Национальном центре нейрохирургии в городе Астана, проходили зарубежные стажировки, специализации. Это Рабандяров Марат Рабандярович, главный врач больницы, замглавврача Джарасов Алибек Маратович и заведующее отделение Жаилганов Азамат Абекинович. Эти специалисты занимаются лечением детей, начиная от травмы, врожденной патологии, грыжи, мозговые грыжи, спинальные грыжи, гидроцефалии, крайнестонозы, детских церебральных параличей, онкологию. Все эти патологии на сегодняшний день возможно лечить в городе Алматы детской патологией. Если у вас есть вопросы по нейрохирургической патологии детского возраста, город Алматы, вторая детская больница на пересечении улиц Абая и Алтонсадина. Раньше это правда было. Вся эта информация к тому, что на сегодняшний день очень много специалистов в поликлиниках сидят, врачи общей практики, врачи-неврологи. И иногда бывает сложно направить пациента к узкому специалисту для решения вопроса о хирургическом лечении. В этом случае можете обращаться к нам. Я принимаю в рабочие дни с 12 до часу. В связи с карантином прием идет в порядке живой очереди на КПП со стороны Джамбулова-Фурманова. Это первое КПП с обминовской больницы. Для того, чтобы не было распространения коронавирусной инфекции, прием идет на улицу. Мои коллеги принимают с 9 до 4 в рабочие дни. Если есть вопросы, касающиеся нейрохирургической патологии, можете обращаться. Прием в порядке живой очереди. Если есть какие-то вопросы, можете подойти к охране и к медсестере, который стоит на КПП. Они вас сориентируют. То, что касается детских нейрохирургов, надо обращаться во вторую городскую детскую больницу. Вся эта информация к тому, что медицинский туризм развивается. Мы планируем, что в Казахстане будут лечиться и зарубежные пациенты. Но в первую очередь наша цель обеспечить нейрохирургическую помощь наших граждан. В том числе граждан, которые разговаривают только на казахском языке. Данное видео было пару дней назад исключительно на казахском языке. Меня попросили продублировать видео на русском языке. Берегите себя. Если понадобится наша помощь, мы всегда рады и готовы вам помочь. По мере наших возможностей, если чего-то у нас нет и необходима какая-то дополнительная помощь, мы всегда вас ориентируем. Мы сотрудничаем с зарубежными клиниками. И очень много коллег, которые приезжают к нам. Мы учимся у них, они учатся у нас. И есть возможность получить альтернативную консультацию у зарубежного специалиста тоже при необходимости. Берегите себя, не болейте. До следующих реперов. Хороших выходных. Субтитры сделал DimaTorzok